Всем привет! Надеюсь, что у вас все отлично. Думаю, у каждой девушки есть те продукты, из которых она не представляет свою жизнь. Я ничем не отличаюсь от остальных девушек. И в сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами теми продуктами, которые я любила, люблю и уверена, что буду любить еще очень долго. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, начнем, наверное, с косметики. Это всегда самое интересное. Вот такой у меня есть ролик, консилер, уход плюс корректор, как здесь написано, от корнир. Я им пользуюсь уже очень-очень давно и очень им довольна. То есть он хорошо маскирует круги под глазами и, мне кажется, ну точно не сушит. Может быть и не увлажняет, но не сушит. Я не использую его для каких-то прыщечков или красных пятнышек, еще чего-то. Только под глазами я безумно им довольна. Второй продукт это блеск для губ от фирмы Max Factor. Я не очень давно его нашла, но все это время использую его, можно сказать, практически каждый день. Чем он мне нравится, это тем, что он не сушит губы. У него не очень яркий оттенок, такой вот нежно-розовый, нежно-персиковый, я бы даже сказала. И когда я его наношу на свои губы, как я это называю, вариант в моей губы, но лучше. Итак, наш следующий герой это прессованные тени от L'Oreal в оттенке 02 Бежевая комета. Я уже показывала их в своих видео. Что мне нравится? Во-первых, оттенок. Он такой повседневный, но при этом с изюминкой, потому что блестящий. И совсем у него очень замечательная пигментация. Я его наношу на все века, чуть-чуть растушевываю. И можно идти вперед. Держится он достаточно долго. В общем, я без ума от этого оттенка. Ну и куда без бальзамов для губ. Мне очень нравится вот такой бальзам с маслом какао, насколько я понимаю. Он очень увлажняющий, не скатывается у меня на губах, потому что у меня есть такая проблема. И в общем, я безумно им довольна, ношу всегда с собой. Далее не совсем к косметическим продуктам, но к тем вещам, которые помогают мне создавать мой макияж каждый день. Первая это вот такая вот кисточка от Real Techniques Blush Brush. То есть я ее использую по назначению. Она очень мягкая и замечательно наносит румяна. И второе, то что я использую тоже в каждом своем видео, это щипчики для подкручивания ресниц. У меня простые от Real Techniques Blush Brush, хотя, конечно, я мечтаю когда-нибудь купить себе какие-нибудь известные щипчики для ресниц. Не знаю, насколько они лучше и хуже, но пока я использую вот эти, и тоже они замечательные, что еще могу сказать. Далее поговорим немножко об уходе. У меня сухая кожа, летом скорее нормальная, может быть даже немножко жирнится. В общем, времена года меняются, и меняется мой тип кожи. Но у моей кожи есть одна очень серьезная проблема. Это розоцеа. Проблема заключается в том, что сосудики на коже, один раз расширившись, не сужаются. Что это значит? Это значит, что кожа краснеет, особенно вот в этих местах и нос. У меня совсем недавно, ну как, наверное, уже с полгода появилась эта проблема, и я нашла замечательное решение. Вот такой вот крем розомет. Мне он помог на все 100%. То есть сейчас, даже без макияжа, у меня чуть-чуть розовенькая она, но не красная. Поэтому, если у вас есть такая проблема, попробуйте этот крем. Наносить его нужно 2 раза в день, по крайней мере, я наношу его 2 раза в день с утра и вечером, таким тоненьким-тоненьким слоем, именно на те зоны, которые у вас страдают от покраснения. И как я уже сказала, у меня сухая кожа, и иногда я использую вот такой вот крем от Nivea. Nivea Soft, интенсивно увлажняющий крем с маслом ЖЖБА, витамином Е. Очень хорошо, то есть это не какое-то чудо, но он действительно неплохо увлажняет, его можно использовать на лицо, на шею, на руки, на кожу, тело, если нужно. В общем, мне он очень нравится, стоит недорого, поэтому, я думаю, стоит его попробовать. Ну и так, как мы говорим с вами о коже лица, я покажу вам вот такое вот средство. В общем, масло для снятия макияжа. У меня уже было видео, в котором я рассказывала о масле для снятия макияжа от Clinique. Оно у меня закончилось, и стоит оно достаточно недешево, где-то около 1000 рублей. И тогда я решила поискать, какие еще есть аналоги, нашла вот такое вот масло от Body Shop. Мне оно тоже нравится, расходуется оно, ну, наверное, так же. Вот, то есть у меня вот его столько уже осталось, я использую где-то, наверное, месяц. В общем, я довольна, и я считаю, что масло для снятия макияжа, это вообще самое лучшее, что можно придумать, потому что вы не используете ватные диски, вы чрезвычайно не трете лицо, то есть тихонечко втираете, да, и оно снимает все, и водостойкий макияж, и обычный. В общем, я восторгнена. Если говорить о волосах, конечно, есть разные шампуни, кондиционеры и так далее, там подобное, но то, без чего я не представляю своей жизни, жидкость для укладки, для чего я ее использую? Я ее, я опрыскиваю волосы перед тем, как использовать фен или плойку, так как оно защищает от высоких температур. Так как я достаточно использую горячие приборы, особенно фен, я вообще очень, очень мне нравится эта вещь. Волосы у меня в достаточно хорошем состоянии, поэтому я думаю, что он действует. Ну и последнее, что я вам покажу, это вещь для ухода за телом. Кожа у меня суха не только на лице, но и на теле, и поэтому я очень люблю вот такие вот Body Buttons от Body Shop. Этот у меня клубничный, как видите, я его использовала уже, вот скрепла последние кусочки. Мне очень нравится, он достаточно жирненький, то есть если вы его наносите, сразу одеваться не стоит, нужно подождать, нужно дать ему время впитаться, то потом кожа пахнет просто невероятно, и чувствуется тоже увлажнение приятное такое, и оно сохраняется, ну, до конца дня точно. Так что я надеюсь, вам было интересно, вам понравилось это видео. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, и мы скоро с вами увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok